всем привет мои хорошие сегодня у нас с вами за тест новинок я только проснулась так мы будем с вами тестить вот эту вот эти новиночки от и new это согревающий гамаш и тоник сейчас я буду умываться обновленным освежающим он у нас тут нет не освежающий смягчающий скраб для лица мицеллярную но любимый всегда с утра им умываюсь классно охлаждает и еще будем с вами вот эту масочку потом наносить я уже ее наносил мне очень понравилось девчонки на утреннее применение это такая light версия моей любимой маски утренней от агафьи освежающий уход она практически также пощипывать в общем крутая маска сейчас процессе все вам расскажу так мицеллярный гель девчонки стал ничуть скраб мицеллярный скраб стал ничуть не хуже такой же классный сейчас выключу воду такой же классный также здорово освежает и он девчонки не пересушит сухую кожу он в принципе и в прошлом своем виде не пересушил бы несмотря на то что здесь большое количество вот этих мелких частичек он здорово не полирует здорово убирает оставшиеся после ночи остатки до крема вашего ночного продукт жизнедеятельности сальных желез подкожных и так далее то есть делает лицо прям свеженьким его вот одного на утро даже кому лень прям достаточно чтобы выглядеть уже гораздо свежее и так далее я сейчас все как следует помассирую помоюсь и продолжим гамаж я думаю лучше каш перед применением прочитать распределите на коже лица избегая области вокруг глаз и помассируйте в течение двух минут затем смойте используйте два-три раза в неделю по сути применение как вот этого средства только у нас охлаждающий следом сделаю согревающий ладно поехали можно было с него и начать красивый гамажик такой яркий оранжевый и здесь много частичек также как и в мицеллярном скрабе девчонки то есть они вот схожи все равно сейчас посмотрим по эффекту не их здесь побольше и здесь гораздо больше хватит мне на все лицо он действительно согревающим какой-то согревающий и масляный я уже в обзоре заказа когда наносила на руку вам говорила что он даже из тюбика поступает какой-то тепленький я не знаю за счет чего какие вещества там с какими реагирует здесь частички покрупнее немножко чем в скрабе их много-много-много-много больше чем скрабе так мы будем массировать одну-две минутки кожа прям под ним как будто теплеет и вы знаете на лице ощущается плотная субстанция кремовая кремово масляная да прям такая частички круглый и могут быть довольно травматичными девочки с чувствительной кожей вам надо скрабировать аккуратней они прям такие довольно агрессивные он теплый правда теплый вот лицо сейчас теплая и это чувствуется и когда вы начинаете еще массировать да и так улучшать кровообороток кровоток то она прям разогревается я чувствую что у меня лицо покраснело под это под этим гаммажем гаммажем у нас ух девчонки как сауне правда такой парниковый эффект очень интересно нет но это хорошо это хорошо пусть клеточки поработают пусть разогреются надо наверно было сначала делать массаж с гаммажем да а потом мицеллярным скрабиком умыться но нет мы сейчас будем с вами делать маску арктическая брусника она очень здорово охлаждает мне понравилась эта маска прям вообще девчонки я ее фавориты себе ставлю на утреннее применение очень круто она тоже слегка как и бабушка агафьи пощипывает в некоторых местах такой холодочек идет по лицу но это все не критично это все терпимо от бабушка агафьи да вот эта маска она у меня очень хорошо сгоняет какие-то отеки с утра с лица прям действительно сгоняет я и навеки и и наношу везде на все лицо и если с утра немножко подопухла то хорошо сгоняет эта масочка отеки прям очень круто освежает разглаживает вот это вот похоже маска спа по действию ух ну что девчонки вот как выглядит мое лицо видите сколько частичек и она такая сама по себе масляная прямо масляная не знаю может быть за счет этого такой вот парниковый эффект получается как следует пройдемся по проблемным зонам витамин c он вообще потрясающе для кожи я вам с обязательно давно обещаю ролик как его применять расскажу как он воздействует на кожу чисто в виде я давно не проделывала курс поэтому скоро обязательно к нему так но все девчонки кожи прям горячий прям горячая горяченькая такая надеюсь не облизнет пошла смывать ухо девчонки смывала не спонжем а водой решила что еще сильнее тереть не надо что могу сказать а вот тут прям у меня вообще лицо красное я вам сейчас выйду покажу при дневном свете вот смотрите девчонки прям в некоторых местах покраснела по ощущениям невероятно гладкая но еще бы я тут два скраба один за одним применил это да но все равно после мицеллярного скраба на такой гладкой не бывает очень гладкой девчонки кожи прямо вот очень классно слушайте классно мне нравится этот продукт я такие люблю очень очень гладкой кожи как будто вы сделаете сделали знаете что-то типа минеральной чистки восторг пока девчонки вот восторг покраснела да ничего я думаю сейчас спадет и маска и тоник нам в этом в этом помогут тоник но тоник понятно как мы применяем можно мне кажется для удобности его в распылитель налить но сейчас я вот так вот ватным диском так но спиртиком попахивает девчонки попахивает состав так вода алкоголь на втором месте потом глицерин аргинин счет еще девчонки еще один алкоголь парфюм где витамин с это аскорбин где-то после серединки ну ладно хоть не в самом конце давайте пробовать тоником а гамаж девчонки подойдет для любой кожи совершенно он не пересушит ее потому что еще раз повторюсь мне показалось что там составе есть какие-то масла не пересушит поэтому а сухой кожи обязательно тоже нужно отшелушиваться для для всех действительно типов кожи поэтому девчонки пробуйте не бойтесь конечно может быть и аллергическая реакция проверяйте это на витамин c она бывает нередко скажем так не очень часто но и нередко так прошлись тоником у этой линейки вообще приятная тушку очень приятно немножечко такая вы знаете цитрусово парфюмерное и алкоголь как чувствуется но у обоих средств одушку очень приятная достаточно деликатно ну что тоник неплохой могу сказать что он действительно вот что-то типа сияние наверное до максимальное сияние он увлажнил кожу увлажнил и она блестит видите да не то что как масляный блин но сияние на блестит мне кажется наподобие слегка эффект достигается от сплош маски нью вот это вот розовый да похож немножко слегка липкая кожа липкость это может быть из-за аскорбинки потому что когда я в чистом воде виде при меня на лицо до сначала липкость должна пройти но нам надо с вами нанести масочку арктическая брусника антиоксидантная охлаждающая кремовая вот такая масочка беленькая мы ее сейчас с вами нанесем и я пойду попью хоть кофе так точнее цикорий чем сейчас стараюсь уйти от кофе пью цикорий маски 50 миллилитров к сожалению и не очень много но я сегодня утром опять подотекла и не нужно именно такая масочка на утро сегодняшние так вот она сейчас будет охлаждать вот когда достаешь гамаш на пальчик да а вот тут уже вот покалывание пошло все все как я люблю если гамаш достаешь из тюбика уже теплый то эту маску достаешь из тюбика несмотря на то что она стоит в теплой ванной она холодная прям сейчас это приятно для моей кожи после таких раздирающих процедур так остался нос не очень понравилось девчонки маска у меня сейчас они фаворитах вместе с маской пленкой с икрой и с авокадо из линейки кир они у меня три час самые любимые все уже кое-где пощипывает маску держать у нас нужно сколько я не читала на 10 минут ну приблизительно так я держу 10 минут похожу попью кофе вернусь к вам пока она начинает вот так вот везде немножечко покалывать пощипывать и легкий такой холодочек вот прям я это люблю в масках и ценю ну что девчонки прошло минут 10-12 сейчас буду смывать масочку хотя она еще работает и знаете люблю такие маски носить пока не еще работают холодочка еще такой бежит хотя покалывание все прошло и неприятные какие-то ощущения но будем с вами смывать ее еще раз попробуем тоник на кстати довольно тяжело смывается спонжами видите как будто растягивается начать слегка размочится будет нормально вот отличие от бабушки агафи бабушка агафи смывается лучше все девчонки смыла лицо такое посвежевшие знаете до сих пор холодок у меня вот такое ощущение бывает от после трехступенчатой карбокситерапии faberlic после гаммажа faberlic из линейки аксиологи то есть и продукт смыл а у тебя на коже еще такое ощущение как будто она дышит ты чувствуешь как через нее проходит кислород и такое освежающее ощущение поэтому все это мой продукт точно абсолютно я его прям обожаю класс так погнали тоник снова его на ватный диск наношу и тонизируем нашу кожу после всех этих процедур сияющим тоником у девчонки тоже подойдет для любой кожи я думаю и жирную не должен утяжелять но это конечно только время покажет но тоник она вряд ли нам забьет пор до крема new бывает не забивают да а тоник принципе нет здесь есть спирт он так поступать не должен похож девчонки действительно похож на сплэш маску но немножко что ли полегче продукт вот так вот и действительно дарит коже сияние сияние такое здорово еще после масочки гаммажа появился румянец такой очень классно мне нравится вот видите да кожа сияет он впитывается на просто вот сияет еще слегка даже осталась краснота кое-где вот и кольтой пройдемся вот принципе все он практически впитался но есть вот эта небольшая липкость видите я думаю это со временем пройдет по-моему после сплэш маски тоже есть липкости на мне девчонки куда-то делать по-моему за машинку упала а то бы так с вами сравнили так теперь кремушки девчонки мы с вами должны сегодня затестить два крема сейчас я их принесу первое это обновленная линейка нутроэффект матирующий здесь на русском нет ни слова он пришел польский здесь spf 20 и второй который мне положили в пробнике обновленная линейка тоже смягчающий тоже spf 20 я предлагаю сделать так одну половину лица намазать этим другую тем и сравним давайте вскрывать пробник но еще вот липкость есть идите от тоника она мне кажется сейчас только кремом уберется девчонки может это сплэш маска перелита ну и с добавлением витамина c даже не прям очень похож так беру вот этот вот смягчающий крем слушать он довольно плотный как замазка выходит прям смотрите а нет на коже он начинает подтаивать все подтаивает так на половину лица прям наношу на веки тоже наношу вот так еще чуть-чуть на лоб он довольно плотный но при соприкосновении с кожей начинает подтаивать хотя смотрите при распределении то есть видны полосы то есть все таки во есть в нем эта плотность и разносится он не так уж и легко что могу сказать по первым ощущениям это крем для сухой кожи девчонки может быть и для нормальной но не знаю как насчет того чтобы на день вот все он в принципе впитался кожа блестит видите блеск возможно именно этот крем не будет забивать кожу упора я это чувствую потому что я чувствую его на лице это не невесомый какой-то продукт и по сравнению с этой половиной даже без крема да она блестит это крем определенно смягчающий вот этот для сухой кожи для тех у кого есть какие-то шелушения потому что они бывают и на комбинированной кожи да вот этот крем может помочь справиться как следует кожу очищаем не девочки в личку в инстаграм вконтакте пишут посоветуйте определить какой тип кожи лица и так далее многие пишут про шелушение некоторых они в носогубной части у некоторых они лоб подбородок там и так далее скорее всего это девчонки комбинированной кожей шелушение нужно убирать вот такими продуктами гамма жами скрабами и так далее как следует очищать свою кожу а после наносить какой-нибудь сверх питательный крем вот этот крем подойдет до однозначно ведь этот лоб это половина не блестит а это вот прям прям блестит это половина лица так что девчонки это явно не мой продукт но я изначально знаю в принципе тут гадалки не ходи как говорится что это не мой но чтобы вы понимали у меня кожа комбинированная в принципе сейчас благодаря тому что я ее очищаю но у меня даже ближе к нормальной так как я уход подобран грамотно то проблемы какие-то у меня где кожа была комбинирована они решились она у меня сейчас даже больше нормальная поэтому вот такие продукты я не применяли применять не буду это можно только девчонки нанести на ночь или я его дамажу на зону шеи и декольте, потому что я чувствую, может забить поры. Вот этот кремушек, который матирующий, тоже довольно плотный. И сейчас мы с вами посмотрим, как будет работать и распределяться он на другую половину лица. Так. По запаху они похожи, но смягчающие немножко поярче отдушка. Так, на половиночку лба. Вот так. Нанесем и сравним. Он, мне кажется, лучше выравнивает тон, девчонки. Да, но там, где смягчающий, смотрите, мне кажется, видно прям. Вот этот матирующий лучше выравнивает тон. И я не скажу, что он легкий невесомый, потому что матирующий крема не подразумевает то, что их будут применять на жирной коже, на комбинированной. Он какой-то тоже плотный. Прям вот плотный. Не знаю, я привыкла к кремам Фаберлик, девчонки, они там все легкие. Легкие, ну и практически все работающие. То есть своей задачей справляются. Этот прям плотный. Такой прям как будто антивозрастной. Матирует или нет? Ну, вы знаете, блеска никакого нет, но чтобы прям матировал, сказать не могу. Сейчас пару минуточек пройдет. Ай, под этим кремом лицо аж чешется. Мы пойдем с вами при естественном освещении посмотрим. А пока и так видно. Да, вот эта сторона и вот эта сторона. Это какая-то грустная даже. Ну вот, девчонки, смотрите. Вот эта сторона с матирующим. Мне нравится. Несмотря на то, что он такой достаточно плотный, мне в принципе нравится. И вот сторона со смягчающим. В принципе, жирный блеск, вы знаете, тоже так не сильно заметен. Он прошел, но она более, так и знаете, скользкая, что ли. Поэтому, и вот этот вот выравнивает, мне кажется, лучше. Поэтому определяем грамотно свой тип кожи, да, по состоянию. Если она у вас сухая, берем смело смягчающий. Если она у вас нормальная, жирная и комбинированная, то, конечно, вот этот вот матирующий, мне прям он понравился гораздо больше. Тут все равно есть блеск. И вот как-то, ну, палец по коже катается, да. И мне кажется, часа через два, а то и раньше я заблещу ого-го как. Особенно на теплое время года. Да, девчонки, матирующий, он как будто выровнял тон. А вот этот вот, видите, вот здесь покраснение в Т-зоне осталось. В Т-зоне и на подбородке я вижу. Как-то прям не айс. А матирующий очень даже неплох. Так что сейчас я этот смягчающий сотру нафиг. Намажусь матирующим. Сегодня будем выходить на улицу, поэтому нужен ИСПФ. Так что вот так, девчонки. Все, смыла и намазала все лицом. Ну, не смыла, а тоником убрала, а матирующим кремушком. И вот как-то уже другое дело. Но тоник все-таки сияние дает. Все равно, вы видите, да, если бы я без тоника не нанесла, мне кажется, этот матирующий крем без вот этого сияющего или со своим любимым матирующим, то кожа была бы более матирована. А так, это, знаете, по типу корейского ухода. То есть, чтобы личико сияло, корейцы так любят. Вывод. Вот эти два продукта действительно подходят для любой кожи. Единственное, что у тех, у кого есть аллергии, или вы даже знаете, что у вас на витамин С, естественно, это не ваш продукт, или берете, но предварительно делаете за тест где-нибудь на руке, да. Так, дальше. Ну, это понятно, это любовь любовная, тоже для любой кожи. Дальше. Два крема. Этот обладательницам сухой, исключительно. У кого есть шелушение, тоже его берем. Комбинированная кожа, но есть шелушение, берем. С помощью таких кремов можно круто восстановить кожу, убрать шелушение, а потом уже будете подбирать для комбинированной кожи ухода. Так, и этот кремушек, в принципе, я бы сказала, что тоже для любой, не только для жирной комбинированной. Он довольно питательный, не только увлажнение, да, девчонки, я в нем чувствую и питание. При всем при этом он выравнивает слегка цвет лица. Да, это есть. Поэтому, да, вот этот крем, в принципе, для любой кожи я советую. Время покажет, будет он мне забивать в поры или нет, потому что в Эйвен такое в кремах есть. Я посмотрю, но пока очень довольна, вы знаете, неплохо. На дневной ход вообще шикарно. Так что вот так, мои хорошие. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую, берегите себя.